Зюддойче Цайтунг, Германия Как депутат РФ стал директором компании по безопасности в Германии Юлиан Ханс, Квинтин Лихтбау Судяющий Зейтунг, Германия 8 декабря 2019 года Основные мысли статьи Роберт Шлегель был пресс-секретарем путинского движения «Наши», прославившегося кибератоками на сайте других стран Будучи депутатом в России, он выступал за цензуру в интернете Сейчас Шлегель имеет гражданство Германии и занимает высокую должность в компании «Ачаранис» из Мюнхена работающей в сфере безопасности В Вашингтоне или Берлине едва ли кто-то представлял себе как могла бы выглядеть кибератака российских хакеров на какое-либо государство Когда в апреле 2007 года вдруг стали появляться проблемы с доступом к сайту парламента и президента Эстонии Банки и СМИ в этой стране также подверглись атакам, продлившимся в итоге несколько недель Не задолго до этого между Россией и Эстонией возник жесткий спор по поводу переноса монумента советским героям-солдатам в Таллине Большинство эстонцев считают солдат советской армии оккупантами тогда как русскоязычное меньшинство продолжает считать их освободителями Начались массовые протесты, в результате которых один человек погиб несколько десятков получили травмы, а несколько сотен были задержаны Это были крупнейшие беспорядки в Эстонии с момента получения независимости от СССР Через два года один из функционеров прокремлевского молодежного движения «Наша» признался, что это была кибератака с целью проучить эстонский режим «Наши давно уже прекратили свою деятельность, но видео, выложенные агитационным отделом движения в интернет после беспорядков в Эстонии, до сих пор можно найти на сайте YouTube Все государство носит маски, говорит Голо за кадром в начале получасового ролика В наше время важно казаться демократичными и продвинутыми, выступать за толерантность и свободу слова Однако на самом деле все это, не более чем внешний фасад На видео в этот момент видно, как лица западных лидеров превращаются в маски с разными гримасами А потом эти маски с символами доллара США начинают вращаться вокруг статуи свободы, окрашенной в цвет американского флага Они уже тысячу лет хотят нас уничтожить События в Эстонии, говорится в ролике, продемонстрировали истинное лицо стран, которых Россия ошибочно считала своими друзьями Эти старые, сухие лица с циничной улыбкой инквизиторов нам хорошо знакомы, говорит диктор под аккомпанемент тревожной музыки Они уже тысячу лет хотят нас уничтожить И больше тысячи лет им это не удается Поэтому они в ярости И нам вновь и вновь приходится спасаться от них Но вместо того, чтобы поблагодарить нас, они каждый раз плюют нам в лицо Но теперь этому пришел конец Голос, говорящий о коварных планах Запада и восхваляющий громил на улицах Таллина Принадлежит человеку, которого тогда в России почти никто не знал Роберту Шлегелю Тогдашний глава пресс-службы движения «Наши» в последующие годы сделал карьеру депутата российского парламента В этой роли он выступал за введение уголовной ответственности для независимых СМИ и блогеров в России Одновременно Шлегель налаживал контакты с немецкими политическими кругами Сначала с ХДС, потом с альтернативой для Германии После ухода Роберта Шлегеля из Государственной думы в октябре 2016 года вокруг его имени воцарилась тишина Он перестал участвовать в ток-шоу на государственных телеканалах С его аккаунтов Twitter, на которые были подписаны более 70 тысяч человек Были удалены все записи Там бывший ярый патриот России и борец против западной двойной морали Теперь называет себя бывшим политиком, толерантным и космополитичным человеком На своей странице в Instagram он теперь постоянно выкладывает красивые баварские пейзажи И на то есть причины По информации нашего издания, Шлегель весной этого года получил гражданство Германии С тех пор он работает в Мюнхене директором по стратегическим проектам и операциям в немецком офисе международной компании Achranis Специализирующейся на проблемах от безопасности То, что некоторые российские политики или сотрудники государственных СМИ на родине призывают бороться с испорченным и завравшимся Западом Но в то же время отправляют собственных детей в интернаты в Великобритании Вовсе не редкость Но чтобы человек, занимающий в Германии высокий пост в компании, производящий программное обеспечение Всего несколько лет назад работал в организации, осуществлявшей кибератаки на правительство других стран А без помощи российских спецслужб это было бы невозможно Это поистине уникальный прецедент Из 1500 сотрудников Achranis Около 500 работают в России во всем мире И тысячи и тысячи предприятий доверяют программному обеспечению и услугам в сфере безопасности от Achranis На сайте компании в числе клиентов указаны такие концерны, как Ауди, Басв и Девущий банк С 2018 года фирма также является стратегическим партнером Microsoft и Google Кроме того, согласно информации о ряде тендеров, услугами Achranis, а именно программой Trueimagi Пользовались власти Германии Что нашему изданию подтвердил один из сотрудников отдела информационных технологий федерального правительства Слаган Achranis звучит так Защитите ваши данные, приложение и систему от угроз В ответ на наш запрос представитель компании сообщил, что Шлегель никогда не имел доступа к исходным кодам продуктов Achranis или к серверам с данными клиентов Кроме того, по его словам, служба безопасности компании проверит степень доступа Шлегеля к данным Фирма Achranis была основана уроженцем России Сергеем Белоусовым 48-летний предприниматель покинул родину в середине 1990-х годов, чтобы создать в Сингапуре предприятие в сфере информационных технологий С 2001 года мультимиллиардер имеет гражданство этой страны По данным на сентябрь 2019 года, капитализация Achranis составляет более миллиарда долларов Штаб-квартира компании находится в швейцарском городе Шафхаузен, где ее основатель намеревается открыть частный университет Шафхаузенский институт технологий Шафаусен институт автечного По информации нашего издания, в компании насчитывается около 1500 сотрудников, и более 500 из них В первую очередь, разработчики ПО работают в России Вопрос по поводу количества сотрудников Achranis оставил без комментариев Значительная часть клиентов, компании из США Связь с Россией, особенно с ее политическими кругами Как показывает опыт последних лет, когда у всех на слуху оказались русские хакеры Сомнительное достоинство После хакерского скандала, разразившегося в 2015 году, Министерство внутренней безопасности США Заставило все государственные учреждения страны отказаться от антивирусных программ, произведенных лабораторией Касперского Так что представители российской отрасли предпочитают подчеркивать свою независимость от власти или, по крайней мере, нейтральную позицию Согласно данным, имеющимся в нашем распоряжении, появлению Шлегеля в Мунхенском офисе Achranis поспособствовал лично белоусов Отвечать на наш соответствующий запрос он отказался Ранее Шлегель работал на его компанию в Москве Будучи потомком советских немцев, проживавших в Поволжье 34-летний Шлегель без особых проблем получил гражданство Германии В 20 с небольшим лет Шлегель окончил частную телевизионную академию и пришел в только что основанное движение «Наши», где стал сначала пресс-секретарем, а затем комиссаром Он основал студию «Белый свет», производившую пропагандистские видеоролики, подходившие путинской молодежной организации В 2007 году он в возрасте 23 лет стал самым молодым депутатом российского парламента Совершенно обычный человек с необычным жизненным опытом в Думе Он быстро завоевал известность как ярый сторонник интернет-цензуры В 2008 году именно Шлегель подготовил законопроект, предполагавший возможность закрытия СМИ и привлечения блогеров к уголовной ответственности за публикацию клеветнических новостей Законопроект в итоге был отклонен, но вскоре Шлегель попал в список так называемого «кадрового резерва президента» А президентом тогда был Дмитрий Медведев Когда либеральный телеканал «Дождь» в 2012 году подробно рассказывал о протестах против рокировки между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым Шлегель обратился в прокуратуру с требованием разобраться, не получает ли «Дождь» финансовую поддержку из-за рубежа В том же году он обвинил Михаила Горбачева в том, что тот был иностранным агентом Все это, однако, осталось в прошлом На наш запрос Шлегель ответил в пятницу по электронной почте, что разочаровался в политике, что его политические взгляды очень изменились и что теперь он – совершенно обычный человек с необычным жизненным опытом Пропагандистский фильм про беспорядки в Таллине он назвал ошибкой юности «Наверное, я был наивен и глуп, но я не совершил ничего незаконного» По его утверждению, он ничего не знал о кибератаках, которыми в свое время занимались наши И никак не был связан с фабрикой троллей, активисты которой за вознаграждение оставляли пророссийские и антизападные комментарии на сайтах таких СМИ, как Усатадай, Нью-Йорк-Пост, Лос-Ангелес-Тимес, Фукс-Ньюс, СНН, ББЦ и Уфингтон-Пост При этом некая группа российских хакеров в 2014 году именно с адреса Шлигеля занималась рассылкой электронных писем, в которых он хвалил одного из сотрудников за инициативу «Я рад, что ты это предлагаешь», – ответил он сотруднику 5 мая 2014 года Этот сотрудник озвучил стоимость своих услуг – 15 рублей за один комментарий Саша сказал, что у него есть люди Через два года Шлигель вошел в высшее руководство «Единой России», где отвечал за международные контакты Еще не задал года своего ухода из парламента В 2016 году он встречался в Берлине с Маркусом Фронмайером Маркус Фронмайер, тогдашним председателем находившейся под наблюдением немецкой федеральной службы защиты Конституции Молодежной организации партии «Альтернатива для Германии», АТК, и нынешним депутатам Бундестага Позднее Фронмайер подтвердил, что они обсуждали перспективы сотрудничества молодежных организаций от Каилины России Впрочем, до сотрудничества дело так и не дошло В стратегических планах, которые, по данным расследования таких СМИ, как Спильгель, ЗДФ и ВВС Разрабатывались в Кремле в преддверии выборов в Бундестаг В 2017 году было предусмотрено, что Фронмайер, став депутатом, будет работать под абсолютным контролем Москвы Сейчас Шлегель утверждает, что, будучи депутатом, всегда выступал за диалог, в том числе и с Германией О том, какие именно задачи Шлегель решает в Мюнхенском бюро «Ачаранис», гадают и сами сотрудники компании Считается, что он благодаря своим обширным международным связам ведет лоббистскую деятельность с целью открытия новых представительств фирмы В первую очередь в странах Восточной Европы Сам он утверждает, что его основными задачами являются развитие образовательных проектов «Ачаранис» и «Мерфаундэтион», а также контакты с общественным сектором Впрочем, надо сказать, в офисе компании на Ландсбергер-штрассе в Мюнхене Шлегель выделялся не слишком дипломатичными манерами В частности, ему как-то надо было договориться о встрече с представителями городских властей Шафхаузена по поводу тамошнего университетского проекта Встреча сорвалась, и в этом Шлегель в грубой форме обвинил представителя компании из Шафхаузена, занимающейся подготовкой к открытию университета Обвинение воплотилось в гневном электронном письме После этого Белоусову, который, определенно, беспокоится по поводу будущего своего образовательного проекта Пришлось призвать Шлегеля к сдержанности и выражаться в соответствующем европейским традициям этикета Тони Хочу, чтобы мои дети росли в Германии И известие о том, что в их ряды скоро волеется человек с таким прошлым, вызвало недоумение у сотрудников как в Мюнхене, так и в Шафхаузене Бывший представитель организации, известный кибераток именно другие страны, займет руководящий пост в фирме, занимающийся разработкой программного обеспечения, сотрудничающий с немецкими властями и деловыми кругами Роберт Шлегель, обзывавший иностранными агентами критически настроенные СМИ и Горбачева и обвинявший западных политиков во лжи, теперь живет на Западе, который сам когда-то проклинал Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии и стали частью культуры и народа, которым они принадлежат Так он объяснил свой переезд Тот факт, что на сайте организации «Деловая Россия» он до сих пор числится как член правления Ачранис Шлегель назвал недоразумением Экономический отдел Кремлевской партии «Единая Россия» в этом году пригласил на свое годовое собрание известного гостя, Владимира Путина Но Шлегель уже вышел из рядов этой партии, заверяет сам Шлегель, который, по собственному утверждению, больше не является членом какой-либо партии или организации Компания Ачранис весьма оперативно отреагировала на расследование нашего издания и в пятницу отстранила Шлегеля от должности Мы решили поручить разобраться в ситуации адвокатскому бюро Фрея, с Поркином Персан Сулливан Элильпе из Вашингтона, сообщил представитель фирмы Результаты разбирательства, по его словам, будут представлены правлению Затем будет принято решение о дальнейшей деятельности Роберта Шлегеля в рядах компании Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ